Так. Добрый день, уважаемые студенты. Сейчас народ подтягивается, где-то у нас минут семь уйдет на то, чтобы собраться, включить ваши компьютеры, настроиться. Вот. Я пока рассказываю, спрашиваю, в общем, удалось ли вам посмотреть видео, которое я тогда вам высылал в прошлый раз. Вот как его, поглядели, не поглядели. Там было два видео, значит, одно из них по башне, такой простейший собак башня, да, на глазах второй, по Адаму Алиаре в здании Москвы 17 века. Вот. Ну, в общем, деревянное. В общем, все видели, тут занятие было достаточно простое со школьниками. Есть вариант такой. Спасибо. 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 Садитесь и за кадром. Спасибо. Спасибо. Спускайте программу спичак. Спускай она у вас будет открыта. Просто тут у нас пока… Так, все, кто подключились, равили, мы принимаем. Итак, сейчас я готовлю вам файл. Это у нас будет железно-ЖД-станция. Давайте, ЖД-станция. Макет. Да, вы его будете не делать. Я вам сейчас дам готовые исходники. Итак, вам потребуется сегодня поиграть в конструктор. Я хотел, думал, может быть, вам детальки лего принести. Ну, в общем, думаю, ладно, принцип будет понятен. Смотрите, вот у нас есть готовые собранные элементы. Создание 3D-мотели, оно напоминает сборку из готовых элементов вашего здания. Вот у нас здесь есть, давайте, дверь с наличником. Я сейчас притащу. Вот у нас дверь с наличником. Она один вариант двери. Дверь открытая. Так, это у нас дверь с наличником закрытая будет. Все объекты я поставлю на одной линии. Тут у меня и окошко будет стоять. Я уже его тоже. Вы будете сегодня работать с чертежом и учиться расставлять готовые элементы. Ну, кто-то скажет, ну, да что тут особенного, я без проблем смогу считать все эти данные с чертежа, понять, что куда ставить, в каком порядке, в какой последовательности. Вот мы и как раз посмотрим. Вот заодно вы увидите, из каких элементов состоит здание. Для того, чтобы его удобно было, например, собирать, конструировать. Вот у меня тут декоративный орнамент, убранство. Я их сейчас просто в правую сторону. Так, это у нас угловая элемент. Они достаточно повторяющиеся. Так, это у нас такие маленькие колонны. Да, угловая колонна. Такая колонна, да. Ну, вход я, в общем-то... Ой, на вход тоже тут есть колонны. В общем-то, тоже можно... Единственное, догадаетесь вы или нет. Давайте вход я вам оставлю. Крыша. Крыша. Да, вот у нас тут... Сейчас, ну, вот эти элементы на крыше я, может быть, и не буду убирать. Так, эти у нас находятся здесь. Декоративный орнамент я вам... Вот. Что? Правильный вариант. Нет, есть чертеж. Вот, смотрите. Вид спереди. Мы ставим этот чертеж, и по нему вы можете его открыть. Расставляете эти элементы, считаете количество вот этих палочек, дощечек. Вот у нас здесь угловой элемент. Вот он. В углу стоит вот... Запись продолжается. Видимо, запись прервалась. Наверное, я выключу сейчас камеру. Так будет лучше. Я расстаскиваю все вот эти элементы по краям. Да, ваша задача. Какие-то элементы вам придется даже копировать. Вот этот чертеж. Я этот чертеж вам дам в помощь, чтобы вы могли эти все элементы самостоятельно расставить по местам. Смотрите, вот он, декоративный орнамент. Я его тут... Оп. Создам сейчас группу. И тоже его утащу вбок, чтобы вы могли представить, как это у нас выглядит. Здравствуйте. Ну, подключайтесь, садитесь. Смотрите, так. Вот эти элементы, они однотипные, поэтому я вам оставляю только один из них. У вас будет фотография, да, и чертеж. Ну, вот кубики. Давайте кубики, чтобы вам было попроще. Ну, хотя и кубик можно тоже. Вы его поставите сами. Вот он. Я вам здесь кубик удалю. Ну, да. И дальше все, что относится... Так, окна мы сохранили. Здравствуйте, заходите. Доброе утро. Итак, я рассказываю вам про то, что сегодня мы с вами будем играть в конструктор лего. Да, то есть вы будете учиться копировать, вставлять элементы по чертежу. То есть умение считать данные с чертежа и понять, где какие элементы, даже если вы их заранее нарисовали. То есть вы научились чертить в скетчапе на... Там за сколько занятий? Ну, там за пару занятий. Теперь необходимо будет научиться ориентироваться в историческом документе, чтобы понимать, что вот эти элементы мы ставим сюда. Да, вот здесь у нас... Ну, давайте крыльцо я вам тоже утащу вбок. Там кто-то крыльцо, раз, обмоделим. Здесь дверь. Ну, зеркалить, в принципе, вы должны уже научиться зеркалить, да, расставлять. Вот у нас дверь с наличником. Давайте я ее тоже в сторону унесу, да. Пока у меня, как говорится, задание достаточно простое. Это первый такой начальный уровень. То есть я не предполагаю, что... Как говорится, оставить вам там три элемента. По идее, я бы мог вам оставить там пять-шесть элементов, а дальше вам нужно было их крутить на все стороны, расставлять. Но поскольку у вас только четвертое занятие, я предполагаю, что вы можете еще, как говорится, пока поработать с начальным уровнем и просто уже готовые модели, которые я здесь группы в сети расставил, все аккуратненько заново поставить, да. Ну, частично скопировать. Так, эти элементы однотипные. Так, тут у нас... Вот они, эти три элемента. Так, это угловая колона, да. Вот она у нас, угловая колона. Здесь окна. Все окна одинаковые. Поэтому мы видим, что если вы в 3D проектируете элементы, да, каждый раз по чертежу вы их постраиваете, так обводите, старатен, выдавливаете все, да. Смотрите, вот они у нас, окна. У них орнамент одного окна. Ну, смотрите, вот здесь вот орнамент вот этого окна, да. Он будет идентичен с орнаментом вот этого окна, да. Ну, это симметрия. Вам понятно? Да, заранее сейчас запускать программский чат. Пока что я готовлю файл. Я сейчас вам его передам в облако, загружу и передам на флешки. То же самое окна. Вам стоит окно один раз нарисовать и превратить в компонент. Я вам рассказывал, что такое компонент. Помните? То есть стоит там что-то в окне изменить. Посмотрите, да. Вдруг я там захочу когда-нибудь добавить металлический подоконник, да, то есть такой вот оцинкованный. Я его здесь отмоделю, и он у меня появится везде. Поэтому сейчас я, пока у меня окно без подоконника, ну, вот оно, скажем так, я на фотографии его, надо приглядеться, приглядеться еще в процессе. Вот у нас орнамент сверху декоративный. Тоже я его по чертежу рисовал. Сложная форма. Ну, в общем, так, это у нас порог, дверь. Ну, давайте окна. Ну, сегодня я попроще сделаю. Поворачивать вы многие элементы не будете. Они у нас будут уже повернуты. Так. Заодно и увидите такую модель, как конструктор собранный, чтобы вам было интересно понять, из каких деталей ее делать. Скажу так, что деревянное изотчество – это штука очень сложная. То есть если у нас очень много, я не знаю, вы видите, дерева, оно лежит в разную сторону, да, вот этот орнамент, то понятно, что вам приходится каждый этот элемент поворачивать. Так, этот я элемент удалю. У нас он есть, да. Этот тоже удалю. Окно. Так, двойное у нас есть. Окно мы ставим. Двойное полуторка. Двойное. Окно у нас есть. Двойное есть. Что еще? Дверной проем. Косяк, да, вот у нас дверь. Ну, давайте проем я вам здесь вот это оставлю. И то же самое вот с этой частью, да, с этой частью. Значит, у нас окно. Одно вам тут оставлю. Вы дальше раскопируете. У вас будет целое занятие. Вместе с вами начну я делать эту работу. Потом я остановлюсь и посмотрю, как у вас это будет получаться. Самое такое интересное. Но уже мы не замок строим. К замку мы немножечко вернемся попозже. То есть я так буду... Я хотел бы, чтобы вы его как самостоятельно попробовали пофантазировать, скажем так, и доделали его до конца в свободное время. Это у вас будет первая такая художественная 3D-работа на глазок построить объект. То есть пока что мы по документам с вами не чертим. Сегодня мы копируем с вами эти объекты и учимся работать, скажем так, с чертежом. Итак, вы видите, что двойные элементы везде по ширине одинаковые. То есть вы на чертеже видите, вот чертеж сбоку, например. И здесь есть двойные элементы. Видите, две доски. Здесь две доски. Две доски. Они по ширине везде одинаковые. То есть стоит вам всего лишь один раз сделать этот элемент, и вы потом его просто копируете. Поэтому, в общем, сегодня поучимся заниматься просто копированием вот этих элементов. Так, здесь осталось. Ну ладно, тут окно, вот сверху эти элементы. Давайте я их вас не буду сильно мучить сегодня, поэтому вы уже тут сами попробуйте, как говорится, это доделать. Так, сейчас, минутку. Оп, все. Ну, казалось бы, да, внутри мы проектировать не будем. Вот у нас набор конструкторов. Поэтому файл, с удостанция, давайте я его сохраню, как формат с кетчапом. У нас здесь на эстфаке стоит с кетчап, я не помню, 2022 год. Чуть-чуть я, давайте версия с кетчап 8 я сохраню. Да, ну, я уверен, что у нас... Итак, файл. Вам нужно этот файл сейчас получить. Итак, он весит 11 мегабайт, и мы его отправляем на Яндекс.Диск. Спецкорс 3D для бакалавров. Материалы. Давайте, замок у нас здесь уже был. Вот он, замок. Я его сейчас временно с вами удаляю. И сюда отправляю. Ну, и вот это задание тоже. Актуальное задание. Я в Яндекс.Диск загружаю железнодорожную станцию и загружаю вам фотографию. Вот они у нас люди стоят у перона. Это станция третьего разряда. Станции-ключи. Ну, это однотипные станции, которые строило государство в 1906-1912 году. И чертеж. Да, давайте я его переименую как чертеж. Кто смотрит меня в интернете? Уважаемые студенты. Так, запись идет у нас. Я вам ВКонтакт это все дело посылаю, чтобы вы могли вместе со мной поиграть в конструктор, заняться 3D, скажем так, моделированием по чертежу. Уже готового здания. У него сделаны полностью макеты. То есть общие формы здания сделаны, но нет вот этих декоративных элементов. Все. У вас это ВКонтакте есть. Это, скажем так, вот по такому зданию можно написать курсовую работу, например. То есть если вы его в 3D сделали полностью, тут есть по чертежу, можно понять, как люди обслуживали. Тут есть полностью информация. Зал третьего класса, сени, зал первого, второго класса, где кассы располагались, где люди багаж ставили там. В общем, представьте железнодорожную станцию сто лет тому назад, как она работала. Файлы. Файл на Яндекс.Диске. Заходите в яндекс.ру. Кто не может, зайти, вот флешка. Сейчас флешку дам, подойдете. Да, я выключу, может, с моей флешки сейчас это соберу. Вообще первый раз. Такой вариант есть. Вариант подсесть к кому-то и смотреть, как человек работает. Это самое лучшее. Потому что, ну, как говорится, просто подсядьте, а потом мы с вами будем. И у нас второе занятие будет. Только сегодня я вторую пару не буду читать, потому что у меня конференция. В следующий раз тогда будет вторая пара. Просто есть возможность. Останетесь, я индивидуально там с двумя-тремя занимаюсь. Денис Ильич. Все. Запись. Ну да. Вконтакте я подключусь. Да, да, да. Денис Ильич. Да. А вы нам не перебрасывали ссылку в ка-на-эндекс диск? Так, сейчас тогда я... А Вконтакте группа есть, вот у вас прям группы в файлы. Ребята. Я понял, да. Все. Ну и вот еще разок вам ссылочка поделиться, скопировать это. Все. И вот вам флешка, папка 3D. Кому флешку? Можете взять, кого нет, не работает. Ну или просто, чтобы скачать. Но тратите время. Так, да. Хорошо. Денис Жеребятьев. Вот моя... Как говорится. Это я? МГУ. В поиск детей. Я вас тогда сейчас добавлю. 3D-папочка. Так, ага. Так, друзья, сейчас... Я контактом пользуюсь, так, средне. Так, принять Федор Буданов. Андрей и Соня. Теперь в группу... Давайте я вашу фамилию просто здесь добавляю. Добавить. Ага. Так, Буданов. Федор. Есть. Кто еще у нас? Так. Погоди, Никита... Глухов. Так, Глухов. Видимо, не добавил сейчас. Так, и кто еще? София. А фамилия? Ага. Так, сейчас я заявку, Никита, твою приму. Видимо, пропустил Глухов. Так, Никита. И... А Савельев, Ярослав, это не наш. Так. Добавить. Да, 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 там есть ссылка на YouTube-канал. Все, проект я пригласил. Все, спасибо, что вернули, а то я забываю спрашивать студентов. Это слышь к тебе потом. Так, уважаемые студенты, начинаем с вами работать. Смотрите, во-первых, ну, тут понятно, что вам в группу заходить не надо. То есть, вот самые первые ваши шаги. Вам нужно экран поделить желательно пополам. Ну, у вас чертеж уже в 3D-программе вставлен. Так, кто пришел первый раз, пожалуйста, вы развернитесь и подсядьте кому-то. Я предлагаю подсесть вот сюда вот. Тут надо... Надо человек вот сюда. Садитесь, и вам будет сразу видать и экран, и что за ноутбуком происходит. Плюс я буду это делать. Это самый лучший вариант. Просто посмотрите. Это лучше всего, потому что, ну, перемещать мы предметы тоже научимся. Вы тоже первый раз? Ага, хорошо. Ага. Смотрите, ваша задача такая. Мы сейчас потом... Вы поглядите минут 10-15, сядьте, будете вставлять объекты. Вот у нас каркас пустого дома. Главное, вам не надо входить в группу. То есть, если вы вдруг зашли в здание, у вас все засветилось, это значит, вы попали в группу. Всем понятно, как вот... Вот вы щелкнули на дверь в группу. Как выйти из группы? Escape. Значит, теперь расставляем вот у нас дверь с наличниками. Выделяем объект двумя клавишами. Control. Да? Это как в Windows. Перемещается объект с помощью кнопки перемещения. Здесь есть угол. Вот он, угол. То есть, обычно наличник, если посмотреть, зайти за ту сторону двери, да, вот он, угол, которым наличник сажается к стене. Да? Ну, всем же ясно, как наличники сажаются к стене. Хватит за него, за этот угол. Колесиком отлетели, и уже подтаскиваете вашу дверь. Ну, куда? Вот сюда. Я тут раз ставлю. Так, зафиксировал дверь. Вот дверь у меня открыта, да, и вот наличник встал. Если получается, что вот у меня здесь уже дверь с наличником, вот у меня наличник, и мне необходимо только скопировать дверь. Ну, я беру опять перемещение, клавишу, Control зажал, да, и потащил. Я колесико отлетаю, сюда приближаю, ну, понятно, двери она всегда вдавливает немножечко. Я вдавливаю на сколько? Давайте на 80 сантиметров. Раз посмотрел. То есть, я уже вдавливаю на определенное расстояние. Смотрите, здесь я могу опять взять или скопировать, или удалить. Ну, давайте, мы с вами копировать уже научились за первое занятие, да. Ну, как я копирую? Я нажимаю клавишу Control, просто клавишу Control. Нажал и потащил. А, тут же наличник нужен, верно же. Я могу отсюда скопировать. Вот наличник, вот дверь, вот угол, за который он стыкуется. Видно, он стыкуется вот здесь вот. Хватит. И здесь. Вот стена, кусок. Вот я и пристыковал. Здравствуйте. Опоздали. Ну, ладно, садитесь. Сегодня у нас с вами тема железнодорожной станции 19 века. Мы в ВКонтакте или на флешке, вот флешка я перебросил, заготовки, да, мы расставляем элементы по чертежу. Кто-то скажет, ё-моё, а я же чертеж-то не вижу, да. Чертеж вы можете достать из вкладки, вот, чертеж. Нажимаете чертеж, смотрите, ага. Это, если вы хотите смотреть чертеж на вашей 3D-модели. Этот чертеж вы можете совместить со самим зданием. Поглядите-ка. То есть вы его перетаскиваете и проецируете, как бы, да. И понимаете, ага, вот оно, тут сюда окно надо запихнуть. Ага, я не знал. Так, давайте я сейчас буду запихивать окно. И чертеж раз, отключаем. Так, где тут окно? Вот окно. Окно стыкуется, угол, ну, понятно, что камера иногда улетает. Окно стыкуется с стеной. Вот где у нас тут оно будет стыковаться? Оно будет стыковаться вот в этом месте. Ну, тут есть у нас. Смотрите, вот оно, окно стыкуется с участком. Сейчас, минуточку. Нет, 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 нет. Она не так стыкуется, она стыкуется иначе. Сейчас, раз, его надо чуть-чуть опустить. Вот. Вот как правильно окно стыкуется, да. И оно уже необходимого размера. Вот. Ребята, посмотрите. Видно, что оно чисто встало? Оно уже вырез есть, да? Уже окно у вас готово. Вам просто нужно его вставить. Поставьте, пожалуйста, сейчас двери с наличником и окна. На это у вас уйдет немного времени. Кто только что пришел, запускайте с кетчап, я подойду, вам помогу. Будем вставлять с вами двери, окна и наличники. Садитесь за компьютеры. Давайте. Кто первый раз приходил, вот у вас тут компьютер, да. А вам нужно файл скачать и открыть. Пожалуйста, вот моя флешка. Если только у вас. Так, а кто смотрит меня по интернету, ребят, тоже давайте. Флешка, пожалуйста. Папка 3D. Вот окно. Давите его там на, например, давайте на 50. Оп. Все. То же самое здесь у нас. Что? Ну, я его просто перемещаю. Нет, я перемещаю инструмент перемещения. Даю ему направление вон туда и пишу так. 50. Гентьер. Нет. Ну, я, на чем с двери. Сейчас, сейчас, или я давайте активно. Первый раз надо это попробовать. А это что-то взлетает. Влетает, но в пальце за ним. А теперь взлетает. 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 Опять 7 минут. И еще там. Я ему прям отчет. Помните? Угу. Взлетает. Нет. А вот там. Да, это самая. Все. Есть. Мы там. Искрип. Обе искрип. Сидеть. Это была здесь. А кто первый раз? Сейчас там. Потякое. Нет. Возьму. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Смотрите, вот окно. Видно, я его за уголок пристыковал. Вот он так совпадает. И вот он у меня на окне находится. Таким же образом я делаю. Если вы вставили один раз наличник, то вы можете скопировать там, где он у вас уже корректно стоит. Так, я сейчас поставлю сюда наличник и повставляю окна. Если вам разделы текстуры не нужны, у вас там есть текстуры, если вы уже не текстурируете, вы окно себе закрываете, чтобы он у вас не был с правой стороны открыт. Иначе оно вам будет мешать. Так. Смотрите, как я копирую. Я за уголок окна схватил, а потом просто отлетаю колесиком и прилетаю в нужный участок. Вот у меня получилось. Так. Дальше мне нужно угловую поставить. Смотрите, вот тут у нас угловая есть. Сложный элемент. Можете посмотреть на доску, да? Давайте все вместе поглядим. Есть элементы, которые, ну как бы не сразу понятно, куда подпихнуть. Вот угловой элемент колонны, да? Я ее так же перемещаю, да? И смотрите, она у меня из здания, вот она. Видно, вот эта стенка с одной стороны, она должна полностью стыковаться с зданием без всяких дырок. Вот она, да? Вы ее ставите. И то же самое здесь. Видно, что здесь она полностью входит в стену и здесь. Это означает, что вы правильно поставили вот эту угловую колонну. Вот она. Поэтому с этой стороны точно так же. Я сейчас поставлю угловую колонну. Так, запихнул. Вот здесь ровненько, да? А насколько туда тащить, вот мне вот этот участок стены подскажет. Все. Ну, а дальше нужно поставить вот эти декоративные орнаменты, пока я узор врубаю чертеж. Сейчас буду всем ходить помогать. Тут, смотрите, два палочки, да? Двойной, то есть, или два элемента. Значит, я знаю уже, о каком узоре идет речь. Отрубаю чертеж, да? И его копируем вдоль линии. И также его стыкую. Так, тройной узор. Ребята, еще, если надо, возможность есть, посмотрите, как я эти узоры копирую, потому что вам это, вам еще хотя бы одну сторону надо успеть сегодня сделать, да? А в идеале за пару вы можете все здание расставить. Это несложно. Тройной узор, двойной узор. А тут, в этом участке, дальше непонятно, тут колонна есть и четверной узор, да? Четыре элемента. Вот эти четыре элемента, вот она у нас. Я их также скопировал. Потом идет колонна. Все, ребята, кто дистанционно, пожалуйста, я вам передаю возможность демонстрации экрана. Ну, вот я последний элемент колонну ставлю. Вот у нас последний элемент колонна. Я ее, смотрите, стыкую по верху. Опа. Вот он, колонна. Я ее пристыковал вот по верху с вот этим элементом вплотную. И по чертежу она у меня совпадает. Ну и сверху небольшой орнамент в виде вот квадратиков. Вот этих тоже просто найдите, копируйте, перетащите. Проверьте, как они там плюс-минус по чертежу смотрятся. Вот. Все. Останавливаю демонстрацию. Все видели, что это не сложно, да? Ну, тут просто надо приноровиться. То есть вы из кубиков лего собираете вашу модель. Все, ребят, давайте. Кто онлайн? Жду. Студентка Гаугане. Потом расшифруйте, пожалуйста, что это за аббревиатур-то. Это я с предыдущего университета забыла исправить. А, хорошо. Хорошо. Показывайте. Так, вижу. Боковой вы, ну, я показывал, ставили. Двери есть с наличниками. Окна вставили. А, кстати, у вас это наличник окно. Надо вставить. Давайте. Может прямо... Я просто четко опоздала, поэтому еще не все. Ну, давайте, давайте тоже. Жду. А? Пока у нас идет демонстрация экрана, да? Вы его, так, выделили. Контру нажали. Тащите, тащите. Как это? Пилите, шурупилите. Да, вы можете его пока поставить чисто хаотически здесь, к стене. Ох. Он у нас, видите, вы нажали. Во время перемещения уже ничего нажимать нельзя. Вам опять придется его. А, так, давайте по поводу... А что можно отключить? Мы отключим... Сейчас. Это ваш? Выбор моё. Это моё. Ну что, получилось наличник поставить? Вот, поставили, только он у вас неправильно стал. Приближайте. Давайте смотреть. Алло. Давай, я тут. Ну, приближайте мне. Мне нужно к нижнему левому углу окна приблизиться. Нижний левый угол окна. Так, теперь вы нажимаете на наличник и тащите его вверх. Ну, вверх, 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 вверх. Выше, выше, всё выше и выше и выше, ниже, 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 ниже. Это вы в космическое пространство пошли ниже, 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 ниже. Ниже. Так. Ниже. Вот эти полосочки должны совпасть. Ниже. Полосочки на колонах должны совпасть. О! Так, стоп. Теперь вам нужно его бачком повернуть и вытащить налево. Так. Ну, вы мне подлетите, бачком камеры поверните направо, например, и сделайте движение. Так, ну и центрируйте так, чтобы это у меня в центре было. Ага. Приближайте, приближайте к этому участку. Ещё можно. Так. И теперь инструмент перемещения, пожалуйста, включите и тащите направо. О! Ещё тащите. Вот. А теперь схватите за грань какую-нибудь этой колонны. С левой стороны грань. Мне как бы сложно объяснить, но, в общем, на языке. И нужно её пристаковать к стене. У вас между колонной и стеной дырка. Понятно? То есть тут есть грань, которая с левой стороны. Ну, такая... Вы её к стене как бы не прислонили колону. Вам нужно её прислонить к стене. Ну, и линии там. Это не так делается. Нужно выделять не вот эту линию лицевую, а заднюю. Заднюю линию. Возможно, я просто объединила в группу. Давайте останавливайте демонстрацию. Покажу. Вы просто не понимаете, как это сделать. Покажу сейчас. Так. Останавливайте. А, у вас и окно ещё висит. Да-да, я остановила. А, вот теперь вижу. Смотрите. Вот. У вас наличник висит в воздухе. Вот так вот. И окно приподнято. Предположим, вот так вот он висит. Видно демонстрация? Да, видно. Смотрите. Нужно схватить. Ну, даже если оно вот так ниже сделано. Схватиться за не вот эту линию, и потом вот как-то вот так вот пытаться делать. Это неправильно. Нужно схватиться за заднюю линию, пристыковать к стене за столкновение. Вот так вот. То же самое приподнять. Вот видно, что она вот за вот эту линию. Раз. Вот. Вот за эту точку. То есть каждый раз добивайтесь столкновения. То есть чтобы у нас... То же самое есть у вас здесь вот он. Видно? По вот этой линии схватили за точку. Раз. Добились столкновения. Опять. Выделили окно. Опустили. Схватили за точку. И вот до столкновения. То есть каждый раз вы должны добиваться вот этих столкновений объектов. И поверьте, что вот у вас, видите, дырки нету. Вот она входит ровно в паз и здесь. Ну, в общем, попробуйте. Можете включить демонстрацию, я буду видеть на доске и пойду помогать другим студентам, нуждающимся. Так, пожалуйста. Так, товарищ нуждающийся студент. Туда есть два тема. Если будь у вас айфон 2 новей, там Pro версия, 10, у вас, правда, беда, квазерный сканер, вы бы прям светили бы на стену, и он вам 3D-мадреск. Ну, это не есть. 10, но Pro версия. Ну, он уже нет, у меня есть 2D-мадреск. А, сканер? Ну, тем более. Тогда, если сканер есть, можно... Ну, что-то, по этой вещи можно было бы использовать. Можно на сайт, он не так, что следует. Я пока нашел только фотографии, как вы их разрисованы. Кланы есть? Есть фотографии. Впереди часть, сзади. А кланы пока нет. Нашел только кланы плюс один постройки. Ну, может, тогда идти к нам писать по предписательной постройке, и его потом... Скажите. Ну, в общем, я... Ну, можно по фотографии. А вот если будут писки, вот, планы? Ну, не можно. А какие можно? Так. По хозяйству можно хоть сейчас начинать. План данного здания? С каким планом данного здания можно? Ну, если хоть план, будет и фотография. Да, просто то, что сейчас осталось от данного здания, это... Вам достаточно. Это хорошо. Даже размеры подпалки. Если бы вы могли бы приехать на территорию, взять рулетку, и определить или добыть эти размеры, на бумаге нарисовать, это будет достаточно. Ну, лучше план здания или план здания. Нужно, да, план здания или размер. Может, где-то всплыли. А фотографии можно, чтобы размеры походками устроить. В скетчапе есть инструмент определения фотографий. Ребята, так, пока вы делаете... Отличный вопрос. Смотрите, у нас... Так, ну что... Кто мне включил демонстрацию? Алло, алло. Кстати, где здесь окно-то? Да, это я, я его поставила. А, поставили, а то у меня здесь... Ага. У вас скетчап не активированная версия? Я просто вижу, у вас демо-версия стоит. Вы ее не устанавливали? Да, значит... Нет, я не нашла пока. Ну, вы в группе, зайдите в группу. Там есть все необходимое у нас в группе для того, чтобы она у вас была... не отсчитывала время. Угу. Угу. Ага. Так, получилось. Смотрите, ставьте, пожалуйста, наличник туда, направо. У вас несколько наличников. И окно, кстати, опустите. У вас окно... Нужно опять... Давайте окно поставим. Подлетите к левому углу окна. Нижний левый угол окна. Сейчас вы смотрите на нижний как бы правый угол окна. Давайте вам за нижний правый угол схватитесь. Вы неправильно камеру располагаете. Нужно камеру смотреть, как бы будучи находясь сверху, смотреть вниз. А вы как бы смотрите как снизу вверх. О, вот так вот, да. И вот так вот стыкуйте за уголок. Вот давайте. Нижний правый угол схватите. Я уже поправила, нет? Поправила. Окно надо вдавить. Оно не... Как сказать? Оно не снаружи. Всегда окна немножко вдавлены. Вы вот туда. Запихните, напишите, например, 40. Напечатайте там. 40. Тык-тык. На клавиатуре нажмите на Enter. О, вот теперь правильно. И вот точно так же, пожалуйста, скопируйте мне этот наличник и окно на другую сторону. Все. Угу. Все. Это вы далековато его туда запихнули. Ну, ладно. В общем... Ну, это 40. Я написала. Ну, это вы три раза написали по 40. Я видел, как вы писали. Получилось всем, не знаю, 120. Ну, ладно. Это мелочь. В общем, ставьте наличник на другую сторону здания. И окно также. Пожалуйста. Этот наличник можете скопировать и по такому же принципу туда вставьте. Так. Сейчас. Угу. Так. Ну... 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 Ставьте, ставьте. У вас получается. Так. Ну... Ставьте, ставьте. Угу. 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 Ну... Я говорю, что у нас здесь галочка скорость, приглашение, сумма, гранция, скорость. Сейчас даем почетчик. На третьем. Угу. У нас есть рога. И, кстати, вступит сюда. Четыре. Четыре. И вот тут. Найти галочку. Угу. Так. Угу. Так. Угу. Угу. В пол Спасибо. 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 Состояние... Так... Это мы... Да, это пока... Это пока, да. Сжимаем... Нет, все не подключены. А... Снимаем... Это... Все. Дальше я... Симпетично подниму. Это зеркало... С... И... Разворачиваю на изнатку... И... И... Ну и... Ну и... Вот... Вот... Да, вырубаешь чертеж... Вот... Да, да, да... Чертежо... Да, она... Симптуальная... А возможно, и вот эта маленькая... Какая она? Там действительно висит сейчас... Нет... Нет... Она... А... Центральная точка... Очень такая же... Она... А... Вот... Ну и... а а Да, по фотографии. Ааа, вот это. Ааа, вот это. Она ее держится. А, да. Все. Порядок, порядок здесь. Нормально. В общем, давай в другую сторону обратно. Спасибо большое. Хорошо? Давай, через десять. Я... ... ... ... Ааа, да, в другую сторону. Еще раз. Еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.